И никакой контрабанды, к сожалению. Что? Сэр, оставайтесь на месте! Я ещё вам не отказал, я хочу вам отказать! О-о-о-о! Всем хай! С вами Юджин на посту! На посту границы Акаристана, чтобы не дать никому спокойно проехать. Может быть, и проедут через мою границу, но спокойно точно не будет. Судя по этому стенду, день сегодня будет абсолютно обыденный. Ничего примечательного. Последний контрабандист с номером ОЗКЮ. Но давайте впускать, народ, посмотрим. А вось кто-то и будет нахалом контрабандистом-гадёнышем. Смотрите, стекло разбито. О, смотрите, торгует, торгует чем-то. Он купит четыре бутылки, у меня столько есть! Блин, вот это хорошо я подзаработал сейчас. Кажется, на этом всё, больше он ничего мне не купит. Тогда давай документы. Петри Вартанян. Всё совпадает. И сертификат. Стоп, погодите. А чё там по сертификатам о здоровье? Не менее двух недель. А-а-а. Дата вакцинации 18 февраля. А сейчас май. А, ну всё, это отлично. Так, а он едет по работе. А чё у нас насчёт работы? По работе у нас нынче ничего. Никаких указаний нет. Груза у него тоже нет. Нам нужно указать, в общем, все повреждения. Однако это не приведёт к отказу, к сожалению. Кстати, может быть, поэтому у меня в прошлых видосах и были неидеальные осмотры, потому что я отказывал из-за повреждения автомобиля. А, типа, нельзя этого делать сейчас. Ладно, он точно не при криминале, но мы не проверили ещё его номера. XBX 7388YF. Номера совпадают. Вес автомобиля совпадает. Азам 72. Блин, ну вроде бы похоже, просто она модифицирована немного. Слушайте, походу с тобой всё в порядке, досмотр завершён, спасибо большое. Езжай себе на здоровье, хорошего дня. Следующий. Сразу делаем сердитое лицо. Смотрите, правильно, досмотры 160. Бумаги в порядке, но что-то было не в порядке, видимо. Хорошо, давай доки. Теймер Ахмадии. Всё правильно, всё правильно. Оооо, разрешение на въезд не соответствует. Ооо, документы не соответствуют. Машина у него Zagra 53. Вроде похоже. Корова присутствует, подтверждаю. Вес не превышает. Автомобиль в идеальном состоянии. Змеек, кажется, нету нигде. Извините, долго ещё? Да, тебе долго ехать обратно. Проваливай отсюда. Следующий. Одни грузовики сегодня что-то у нас. 160. Смотрите, у нас 3874. Это очень много денег, я так считаю. Может быть, нам стоит купить себе нового сотрудника? А, или у нас все сотрудники есть. Надо кого-то заапгрейдить. У нас пока самый заапгрейденный, это Максимов. Давайте все деньги вбухаем в Максимова. Сержант Максимов. Увеличено здоровье и новое оборудование. Чё, новый клипборд, что ли? И, к сожалению, гроздук, транспорт нам ещё пока даже не доступен. Правильно? Или нету доступен? Ооо, мы можем целую кучу заключённых перевозить. Могли бы ещё и халупу свою сделать лучше. Целый домик будет. Я хочу, я хочу, я хочу. Ты только посмотри на это. Но теперь мы на мели, однако. 374. Надо срочно зарабатывать деньги. Нет, но это невыносимо. Этот подъехал себе на машине, сидит себе в комфортном кресле. Максимов сидит. И этот сидит. Один я целый день стою на ногах. Я даже этот летсплей записываю стоя. Но с этим покончено. Мне нужен максимальный комфорт. Кресло в студию. Это ультракомфортное и просто шикардосное игровое кресло Коугар Атлан. Слышали, с каким звуком оно въехало в кадр? Это трёх движка. Я, конечно же, его на монтаже подставил, но это ещё и намёк на то, что данное кресло собирает на заводе, где ещё и занимаются тюнингом авто. Поэтому сидеть в этом кресле всё равно, что сидеть в дорогой тачке. Даже пахнет, как новая машина. Но скоро она будет пахнуть мною. Ведь я сел надолго. И теперь вообще нет смысла вставать, потому что данное кресло полностью поддерживает моё тело. 4D-подлокотники регулируются под любое положение рук. Вниз, вверх, вперёд, назад, в стороны, к себе и от себя. Можно регулировать высоту под любой рост, а также раскачиваться в нём, как в креслокачалке. Благодаря механизму мультиблок. Я слишком занятой человек, чтобы самому держать свою шею и поясницу. Но Атлант об этом позаботится. Только зацените, магнитная подушка для шеи, чтобы регулировать идеальную высоту. Без всех этих дурацких резинок. А смотрите, что здесь. Интегрированная поясничная поддержка. Никаких больше лишних деталей. Вам же знакомо это, когда поясница то в одном положении, то в другом. Кресло подстроится под любое положение. Надо просто покрутить тумблер. А ещё у кресла самый надёжный и продвинутый газлифт четвёртого класса. Моя попка чувствует себя в максимальной безопасности. Но иногда бывает такое, что ты просто устаёшь сидеть с комфортом. Тогда БАМ! Можно лежать с комфортом. И пока я не уснул от расслабления, это кресло вы можете купить на фирменном сайте. И специально для вас действует скидка 20% на это. И все кресла и столы из ассортимента Когар по специальному промокоду SAGAS. Акция действует только один месяц. Торопитесь. Подробности в описании. Мне проезжать или... Сэр, 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 давайте ваши документы. А чё на продажу есть? Отлично, конечно же, покупай. И мы уже подзаработали. Ладно, быстренько. Элиз Волков не соответствует. Сразу всрал. Вообще всё. И Куиз Волков, и Лоз Волков. Они вообще рандомно писали его имена каждый раз. И вакцинация недавно прошла. Ну, мужик, ну чё ты творишь, а? Хорошо, у него ещё есть 8 штук. Короче, животное у него есть. Фига Максимов какой. Правда, тут жарко. Наверное, он запреет, бедняга. Но ничего. Так, ну залазь. Давайте откроем. Мистер Коза. Куры. Все живые, все здоровые. Однако курица только что здесь была. Исчезла, по-моему. Или мне показалось? Тут точно была курица. Хорошо, 7. Здесь была курица. Я её видел. А, извините, я её вытащил, походу, случайно. Такие смешные курицы. Можно мы оставим одну? Я бы хотел, чтобы можно было купить курицу, чтобы она бегала здесь. По нашему участку. Было бы здорово. Судя по всему, а, две козы должны быть. Хорошо, отпись грузов не соответствует. Вес машины соответствует. Сама машина или ИЧ-57. Похожа на правду. Разбитые фары. И никакой контрабанды, к сожалению. Что? Что происходит? Сэр, оставайтесь на месте. Я ещё вам не отказал. Я хочу вам отказать. Стой, я сказал. Ты будешь стоять, пока я тебе не откажу. Внезапное нападение. Что-то взорвалось. Здесь Максимов в порядке. О, о, о. Что взорвалось? Грузовик, походу, взорвался рядом со мной. Блин, как обидно. Стой здесь. И не взрывайся, пожалуйста, в этот раз. Вон они бегут, гады. Нарушители порядка. Ой, господи, его несёт. Потому что мои дебилы стреляют по нему. Всё, он горит. Он сейчас взорвётся нахрен. Прости, мужик. Прости. Я, мне стыдно за своих ребят. Идиоты. Так, ты в порядке? А я могу выстрелить в него? Ой, извини, пожалуйста. Но зато смотрите, какой Максимов экипированный. Могу бы даже в затыльник. Ой. Давай, мужик, езжай. Видимо, судьба сама хочет, чтобы я спас тебе жизнь. Езжай. Езжай скорее. Ну, погоди. Нам нужно укрытие. Ну, как минимум мне. Умер с первого выстрела. Хорошо, я попадаю сегодня. Что-то он трясёт сильно. Походу, по нему стреляют. Патроны закончились. У меня патроны закончились. Так, ложись, сейчас сорванёт. Молодец. Без патронов-то особо ничего не поделать. Ведаться вилами, видимо. О-о-о. Лево. Право. Лево. Право. Оп. Будку. Выходим. Кольнуть. Ах ты, негодяй. Не вставай. Что? На тебе ломом. Умница. Блин. Он ещё один. Оп. Приближается транспорт противника. Топором тебя зарублю. Негодяй. Я просто стою рублю их топором. Боже мой. Приезжие просто смотрят на это всё. Эй, отойди от меня. Четыре. Три. Три. Два. Один. Всё, ребят. Время вышло. Домой идите. А-а-а. Или, возможно, больше просто не будут спауниться враги. Нам нужно их добить. Шесть противников осталось. Побежали. Ой, прошу, прости. Прости, труп. Наконец-то. Осталось только... Перебить вас всех. Да. Лечение персонала 200 и 1200 за то, что мы отстояли по гран-пост. Итого 900 у нас. Прости, Максимов. Я в тот раз протестировал твой шлем. Но зато мы поняли, что он не очень эффективен. Так что аккуратнее будь. А-а, ладно. Просто обычный рабочий день. Пострелялись. Взрывы. Смерть. Убийство. И снова пускаем людей через границу. Ну, либо не пускаем. Доки, да? Вейрам Арап. ОЗКЮ номер. Это что-то знакомое. ОЗКЮ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп, давайте, во-первых, составим его выйти из машины. Нет проблем? Обожаю наивного Арапа. Ты, как всегда, смотришь только на положительные стороны. Хотя их, в принципе, нету. Вот, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте сначала все опишем. Я думаю, даже нужно все вытащить, потому что, ну, сто пудов, просто сто пудов внутри есть контрабанда. Э? Нету? Вот. Найдено. Опа, еще деньжат нашел. Значит, три моющих средства, один унитаз, две стиральные машины и четыре удобрения. То бишь, формально все нормально. Но нас... О, боже мой. Лобос фальшивый. Вот, еще одна змейка. Не знаю, что с тобой делаю сейчас. Хорош. Вот, еще нашел. Смотрите, он просто завален, завален полностью всем этим барахлом. Еще и тут. Арап, ты что творишь? Мне нужно еще топор достать. Был лю... Да, у меня есть топор, отлично. Достаем бабло. Сейчас я как следует на тебе заработаю. Мне только надо сначала убедиться, что больше ничего... Ага, вот еще... Блин, не выбешиваешь просто. Вес-то хоть правильный. 4200, 3400, все правильно. Ну, еще автомобиль Гроздук. Все правильно. Единственное, что неправильно, это дорожка, по которой ты решил пойти. Поэтому ты арестован, дружище. Отлично, 160 дали. Господи, 160. Это как за обычный досмотр. Я преступника поймал. Вклад мой в благосостояние моей страны гораздо больше. А платят столько же. Поэтому мне особо нет смысла работать. И именно стараться работать. Ты-то че? В целом, контрабандистов больше быть не должно. Давай документы свои. Фото идеальное. Как ты не подумай, я не подкатываю. Это я просто говорю, что оно совпадает идеально с твоей реальной физиономией. Смотрите, какой правильный человек. У него все соответствует. Прикиньте, вообще все. Ой. Номер не совпадает. Теперь давайте разгружать быстренько. Уже ночь на дворе. Так хочется пойти поспать в свою новую хату. Токсичные радиоактивные отходы. Ящики. Чехлам. Это прилично здесь. Надо бы просветить ультрафиолетом. Чистенько. Давай, загружай обратно. По грузу. Радиоактивные. Две. Ящик сыра. Три. Удобрения. Десять. Тюнитаз один и газовая плита три штуки. Ну все правильно. Кроме регистрационного номера. И вот из-за этой маленькой оплошности ты, друг мой, едешь домой. Еще 120 заработал. А теперь пойдемте домой. Мне очень интересно посмотреть, как это выглядит. Конечно, внутри все еще срач. Такой уж я человек. У меня всегда творческий беспорядок. Давайте спать. Товарищ, из-за конфликта между нашими южными соседями мы ожидаем увеличения потока грузов на границе. Для защиты национальной экономики. Партия ввела соответствующие ограничения. Лимит иностранных товаров. По решению партии в целях защиты народного хозяйства временно ограничивается перевозка грузов из южных стран. Максимальное количество товаров данной категории. Продукты питания. Шесть штук. Бытовая техника. Три. И химиката. Четыре. Возможно, южные страны. Это все страны. Короче, не должно быть больше шести. Господи, это запомнился. Я офигею. И очень много контрабандистов сегодня у нас будет. Королевство Иркей. Нет бамперов. Клея номер. Красный цвет машины. И возраст водителя 51. Че-то уже прочновато. При том, что солнце даже не закрыто облаками. Мужик, давай быстрее. Итак, Хаким Амири. Здесь все правильно. Хиким Амири. А, и кстати, все, никаких больше справок медицинских не нужно. Вес. Вес превышает. Это такое редкое явление в данной игре. Обычно вес всегда в порядке. Ладно, и осталось еще подтвердить груз. Коровка. Еще одна. И... Куры. Пять штук. Три коровки. И пять. Куриц. Я вижу две коровы. Короче, и ООО пись грузов тоже не соответствует. И я думаю, еще надо правило въезда отметить. Все, бери свои доки и езжай домой. Не-та. Не-та. Очень смешной и манерный способ сказать нет. Раздраженно. Опа. Кто-то подъехал уже. Здоров, капитан. Сразу смотрим номер. Я документы еще твои не взял. Тороплюсь. Не надо бежать впереди паровоза. 4 тысячи тей МТДжей. МТДжей 4 тысячи тей. Все правильно, все правильно, все правильно. Давайте смотреть, что там у тебя за груз такой. Три химикаты, газовая плита два, холодильник один и унитаз два. Так, с грузом все в порядке. Кажется, он идеальный. Единственное, что продукты питания шесть, химикаты четыре, не больше четырех. Бытовая техника три. А у нас газовая плита. Унитаз считается бытовой техникой? Слушай, я думаю, это считается, потому что, ну, сто пудов. Короче, правила въезда, извините. У тебя все идеально, ну вот все. Просто рожа мне твоя не нравится. Езжай. Пора, что ошибка. Он на меня наорал. Ты с самого начала был негативно настроен. Вот поэтому все так для тебя и обернулось. Следующий. Ты что? Ты что в шапке? Жара на улице. Это подозрительно. Отлично, он купит пачку сиг. И на том спасибо. Ладно, понеслась, давайте все по-быстренькому. Не соответствует имя. Это не соответствует. Ну и, конечно же, здесь, возможно, тоже... Нет, здесь соответствует. Ладно, повезло. Посмотрите, у нас бочка есть здесь. Ее можно катать. А что если здесь ее оставить? Мне будет интересно, что произойдет с ней. Sorry, до свидания. Так, следующий. Мне интересно посмотреть, что с бочкой произойдет. О, так произошло. Она просто сквозь него прошла. Хорошо, давайте теперь бочку закатим. Вот сюда в будку. Закрыть дверь. Не могу туда утрамбовать ее, к сожалению. Мне интересно, сможет ли зайти наш друг, которого зовут Новик. Мне никогда не нравился Новик. Он из тех детективов, которые всех подозревают всегда. Нет бампера. Это примета. ЛИП 5904WZ. 5904? 5924. Вот так вот он берет и обманывает нас. Дружище, я же знаю, что я сейчас буду смотреть и найду тут все. Все нелегально. Поэтому ты можешь сразу сказать. Или я тебя ударю сейчас по большому пальцу ноги. Нет? Не будешь говорить? Вот тебе. Молчит. Смотрите. Не может зайти. Погоди. Погоди. Новик, но ты мне никогда не нравился. Да тебе дверь ищет. Ладно, это надолго у него. И машина не соответствует. Ладно, сейчас мы достанем вообще все. Ага, я уже вижу змейку. Любишь в змейки играть, да? Я смотрю. Но в тюрьме как следует в них поиграешь. Быстренько надо багаж просветить. Ладно, здесь чисто. Но вот здесь вот, там внутри тебя, где совесть находится, там совсем не чисто. О, ты нашел. Что ж, я попался. Так он принял свою судьбу. А, ну это честно играли. Вот я и попался, проиграл. Ничего не поделаешь. Отвалил, сказал мне. Какого черта ты делаешь? Только я хотел похвалить тебя перед своими зрителями, что у тебя спортивное поведение. Даже во время проигрыша ты не теряешь достоинства. И тут ты начинаешь вопить. Ведь я за тебя поручился. Думаю, ну ладно, контрабандист, конечно. Но зато нормальный парень. Да, арестован. Новик. Он никогда не поймет, кто над ним так жестко пошутил. Здравствуйте, да. Видели, да, чувака? Что там чувак? Он не может зайти. Это я, это я. Классно пошутил над ним. Так, фото соответствует. Но смотрит он на меня как-то с опаской. Не соответствует имя, я это сразу увидел. Хочешь поторговать, говорит он мне. А что, можно? О, хорош. Все, спасибо. Итак, у тебя дефекты кузова. Разбита фара. Две фары. Вес не превышает. По грузу давайте быренько все это дело выгрузим, посмотрим. Удобрение, 7. Унитаз, 2. Газовая плита, 2. Стиральная машина, 1. Слушайте, он уже, он уже нарушает. Правила въезда не соблюдены. Нет одного зеркала, кстати говоря, у тебя еще. В остальном, в принципе, все неплохо. Ввали отсюда. Вы совершаете большую ошибку. По колесам, бам, получил. Приятные поездки тебе. Мы идем спать. Давайте, впереди еще один насыщенный день на границе. Я надеюсь, он будет примечательным. Смотрите. О! Здравствуйте. Навикс заспавился этим утром здесь. Но теперь я даже не знаю, как он будет выходить. Давайте его припрем чуть-чуть. Вот так. Я бы даже его там подзакрыл с бочкой. Товарищ, возвращайтесь к работе. Извините, извините. Да, да, да. Здравствуйте. Выйдите сначала, во-первых. Документики, пожалуйста. Так, все совпадает. У него машина за гор. И это за гор. Точно. Просто нету бампера. А тут по фотке бампер есть. Нет одного зеркала. И, в принципе, все остальное в порядке. И у чувака три козы. Три козы, все правильно. В таком случае, давай, езжай. О! Как Новик! Ты хитер! Он вместо себя в будку поместил бочку. Потому что, ну, все равно никто не заметит разницы. И пусть эта бочка за него работает. Давай-ка ты сначала выйдешь. Потому что я не хочу рисковать. В прошлый раз у меня уже были с этими проблемы. Ребята всегда пытались улизнуть. Итак, предъявите документы. По фото, все идеально. Арслан Базар. Все отлично совпадает. Вес автомобиля не превышает. Груза никакого нету. Однако есть одна спущенная шина. О, стекло разбито лобовое. И не только лобовое. По-моему, все разбито нафиг. Теперь самое важное. У нас есть одна примета. И это возраст водителя. 51 год. Дата рождения. 1929. Сейчас 81. А это значит... А это значит... Точно. Челу 52 года. Это значит, что, возможно, он контрабандист. Я, правда, ничего не вижу. А, вот оно. Колоть. Стой. 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 Стоять. Какой негодяй. Он сел в машину. Погоню быстрее. Значит, они могут садиться в машину, даже если я сказал выйти из нее. Я взял не ту машину. Надо было брать быструю. Почему он поехал в лес? Мне же неудобно тебя преследовать, мужик. Но я все равно настигаю его. Я тебя так отстигаю потом. Если ты, конечно, мне не отстегнешь немножко. О, у нас тут есть прутик небольшой. Я и не знал. Считай погоню с пользой. Я немножко осмотрел окрестности своей родной страны. Еще чуть-чуть. Срезаем. Вот так. Отлично. Все, все, он сдался. Есть. Арестован. Все, погнали. Ты ведь в машине? О, в машине сидит. О, нет, засада. Дверь отстрелили. А что теперь делать с этим челом? Преступник-беглец. Его надо перевести в тюрьму. Кто следующий? Не нравится твое лицо. Очень не нравится. Ну, может быть, ты что-то продаешь? Нет, ничего не продаешь. Тогда документики. Важный телефонный звонок. Только проверял и думал, что все хорошо, успокоился. Мы быстренько посмотрим. У меня есть пять минут, чтобы заработать на тебе. Все соответствует. Что там по грузу? Все совпадает. Все, спасибо, что выбрали нас. Осмотр завершен. Проезжайте, пожалуйста. Пока. Есть, 200 получили. А теперь пойдемте ответим на звонок. Товарищ, мы только что получили сообщение о жестоком избиении и похищении человека на территории лесопилки. Мы хотим, чтобы вы занялись этим лично. Во-первых, надо починить нашу машину. Во-вторых, давайте возьмем вот эту. Завет. Она как-то больше подходит для дела. Включаем мигалку и поехали. Наконец-то что-то интересное произошло. Товарищ, у нас появились новые подробности о похищении. Похищенный Григорий Белов, наш агент под прикрытием в банде Абриканова. Поторопитесь, его жизнь в ваших руках. Я еду, еду, не бойся. Вы знаете, я решаю эти дела очень быстро, профессионально и без ошибок. Поговорите с начальником лесопилки. Начальник, опиши, что здесь случилось. Около часа назад этот парень подъехал сюда. Он припаковался возле леса и стоял там какое-то время. Похоже, что он кого-то ждал. Как только он вышел из машины, вдруг подлетел черный ваз, из которого выскочили трое мужиков. Балаклавых. Беднягу здорово избили. Когда он уже был без сознания, его запихнули в багажник и уехали в южном направлении. Обыщите машину. А, вон она стоит. Благо она маленькая, не нужно будет долго обыскивать. Что ж, что у нас здесь? Никаких змеек. Стоп. Что это, бумажник? Ну, спросите у начальника о Козлове. Начальник, знаешь, человека, которого зовут Дмитрий Козлов? Ох, Дмитрий, Дмитрий. Наверняка опять во что-то вляпался. Он работает здесь около года, часто сует нас не в свое дело. Поговорите с Козловым. Кто этот Козлов? Вон ходит. Ты, Козлов? Нет, не ты. И не ты, судя по всему. Стоп, может быть, ты Козлов? Да. Глупо получилось. Я думал, что найду там что-то ценное. Работа на лесопилке тяжелая, а у меня есть семья, которую нужно содержать. Я нашел только этот блокнот. Пожалуйста, возьмите его и давайте забудем об этом. Я уже почти докопался до правды. Я еще должен проверить некоторые версии. Поговорить с продавцом инструментов, обыскать склад в гостинице под пьяным медведем, допросить работников лесопилки, осмотреть развалины в районе каменоломя. Такое ощущение, как будто это задание для меня. Спасибо за ценную информацию. Теперь мне нужно аж вон туда, на развалины. Что ж, держим путь на развалины. Мы уже здесь возле развалины. Стоп, давайте выключим сирену. Нельзя палиться. Там есть люди. Я спалился. Спасайся. Ай-яй-яй-яй, решетят. Вот где-то здесь встали. Входим. Где? Где? Никого не вижу. Какой-то там стреляют. Опа. Умерла. Нужно срочно обыскать чувака, которого только что грохнул. Ой, а что за грузовик? Почему они по нему стреляют? Мне же выгоднее. Он отвлекает на себя их. Я не знаю, где этот чувак. Куда он делся? О, боже мой. Срочно тебя обыскать. Хорошо. Умереть, умереть. Чего? Все, умирают потихонечку. Это хорошо. Сколько вас там еще осталось? Вон стоит. Не подозревает о смерти. Ой, ты что так близко подходишь? Опасно же. Граната! Я тоже хочу гранату себе. Сколько там у вас еще осталось? Ё-моё. Он стоит. Он что, висит? Ты на чем стоишь-то? Я подумал, что он висит на ветке. Чего ты там стоишь-то? Бои все в порядке. Ой. Ой, пинает меня. Где, где, где? Вон. О, в кустах стоит. Сыт. Что, у меня есть бутылочка? А что, взорвалось? Неужели все заново надо делать? Нет, мы в развалинах. Хорошо, наша машина здесь. Теперь идем аккуратней. А, нет, нас все равно заметили. Я так понял, что умраху означает умри на их языке, поэтому умраху вы сейчас все. Умраху один, умраху второй. Ой, споткнулся в ямку. Слушайте, я правильно понимаю, что вот это взрывается? Ага, все, буду знать. И вот это тоже? Нет. Где? Я думал, все сдохли уже давно. Умерло. Так, куда же нам... Ага, вот змейка дорисована. Записка. Сергей, мы выяснили, что один из наших двойной агент. Из-за него вчера Иван попал в трудовой лагерь. Будь осторожен, полиция у нас на хвосте. Борис Аберкана. Приезжайте в трудовой лагерь. Я туда кучу людей свозил в свое время. А что же нас ждет в трудовом лагере-то? Так, кто у нас тут предатель, признавайтесь, ты? А, наверное, ты имеешь в виду Ивана. Парень находится здесь всего пару часов, а уже избил другого заключенного. Ты найдешь его внизу с остальными. Это тот лысый с рыжей бородой. Сомневаюсь, что он согласится поговорить с тобой добровольно. Но у меня пистолет, поэтому я надеюсь, что он все-таки будет сговорчив сегодня. Кстати говоря, я впервые хожу по трудовому лагерю. О, Карпин. Вот он наш друг. Твои люди похитили нашего агента. Говори, куда его могли отвезти. Ха-ха, вонючий легавый, думаешь, я тебе что-то скажу? Да и лучше сдохну. Заставьте говорить. В смысле, пожалуйста? Или прострелить ему колено? Какого черта ты делаешь? Ну, я заставляю тебя говорить. Она вот так. Это достаточно? Да что-то резать ему, походу. Ладно, ладно, хватит. Парни наверняка уже давно отвезли его на кладбище. Кажется, мы заставили его говорить. Отлично. У нас мало времени. Куда нам ехать? Далеко. Все, давай, бывай. Я скоро привезу людей тебе. На кладбище. У меня еще есть время. Включаем сирену. Сейчас будет перестрелка, судя по всему. А вот и кладбище. Мы снова здесь. Кладбище, найдите Белова. Где же ты? Белов? Белов! О боже мой, вниз куда ты идешь? Товарищ, сюда! Белов? У тебя же дверь не закрыта. Кого фига ты тут сидишь? А, ты ранен. Товарищ, как вы меня нашли? Здесь меня пытали люди Аберканова, но мне удалось завладеть их оружием. У меня есть доказательства сотрудничества между бандой Аберкановой и Кровавым Кулаком. Я узнал фамилии и места встреч. Я узнаю, знаю, каким будет их следующий шаг. Помогите мне встать. Похоже, мне нужно в больницу. Мне кажется, ты мраху немножечко. Помочь ему. Слава богу. Я думал, это уже конец. Белов пытается передать вам подробности своего расследования, но вы с трудом понимаете его слова. Его рана на животе с каждой минутой. Кровоточит все сильнее. Добравшись до больницы, вы с надеждой отдаете его под опеку врачей. Тысяча шестьсот. Отлично. Что ж, было интересно. И последний на сегодня клиент. Здоров. Давай-ка документики свои. Королевство Эркей. Возможно, это чел-контрабандист. Значит, у него два моющих средства, которые помечены, естественно, все. Ой, как приятно напоследок просто взять и кого-нибудь арестовать. Давайте сразу его арестуем. Недостаточно места в тюрьме. Никуда не уходи, пожалуйста. Нам нужно заапгрейдить тюрьму по-быренькому. Просто представьте себя на месте этого приезжего. Ты приезжаешь, тебя досматривают. И прежде чем тебе выносят вердикт, внезапно начинается строительство и улучшение тюрьмы. Прямо у тебя на глазах. Я бы в этот момент занервничал. Ладно, теперь-то я могу тебя арестовать. Иди. Почему? Да потому что. Ты читал, там на въезде написано, что мы имеем право арестовывать вас без объяснения причин. Сейчас мы соберем вкусняшку. Что это? Канистра со спиртом. А, нелегальный спирт проводим. Понятненько. В больших количествах. Вот еще у нас тут вшито. Все пропитано алкоголем. Оп. Смотрите, вот еще прямо в мотор. Прямо в моторе? Какого еще я не видел. Очень находчиво, ребята. У меня даже места свободного нет. Давай мне большую машину. А ну-ка встали. Все в машину. Абсолютно все идут в машину. Сегодня вы все сядете надолго. Хотя, с другой стороны, они будут работать на свежем воздухе. Это очень полезно. У нас чистый воздух. В Акаристане-то прекрасная природа. Значит, все эти годы, что они пробудут у нас в лагере, пойдут им только на пользу. Как много контрабанды, что даже в машине места уже не хватает. Ладненько. Садимся. Прокатимся на новой тачке. Сейчас, ребят, сдадим в трудовой лагерь. Первая остановка. Давай, забирай клиентов. 800 дали. Хотелось бы побольше. Надеюсь, за контрабанду больше дадут. Решил заскочить к Владу и ответ на вопрос получил. Гранаты есть. И я могу получить одну. Даже две. Даже три. И мы можем купить винтовку. Хочу винтовку. Давайте возьмем патрончиков. Отлично. То есть, получается, я теперь при деньгах, с властью и вооружен до зубов. Как называют таких людей? Гроза преступности. Мы приехали. Блин, уже светает. Я посплю всего ничего. Так, да, все, забирай. Получил за это не то, чтобы... Я хотел больше. Огорчен я. Однако, я считаю, что день сегодня удачный. Куча апгрейдов. Раскрыли дело. Наварили кучу бабла. Хату шикарную себе построили. Представляю, что ждет в следующем эпизоде. Надеюсь, что вам понравилось. Огромное всем спасибо, что смотрели, что были со мной, что остаетесь со мной. Я вас всех очень люблю, друзья. Обожаю. И безумно благодарен вам всем. С вами был Юджин. Увидимся очень скоро. И всем пять! Субтитры сделал DimaTorzok